приветствую зрителей с вами проект донбасс полный доступ и я виталий сизо сегодня в рамках этого проекта мы будем мониторить сми днр в этом не поможет мой коллега алексей мацука алексей привет привет виталий сегодня в обзоре мы будем выяснять кто отключил вода фон что произошло с донбасс ареной кто такие системная оппозиция в днр и как комендантский час влияет на рождаемость в ночь на 7 июня в донецке и в ряде других близлежащих городов пропала связь компании вода фон которая больше известна в народе как бывшая компания мтс представители днр обвинили украинскую сторону в диверсии умышленном умышленной порчи кабеля этой компании вот что сказал министр связи организации днр виктор яценко он заявил что на территории подконтрольной украинской власти в районе марьинки были перерезаны транспортные кабели якобы одновременно кабели перерезали и в районе города счастья в луганской области тем самым лишив связи донецк и луганск на это сообщение вообще на это событие живо отреагировали пользователи социальных сетей там оно подняло какую-то бурю обсуждений и как ни странно было много предположений о том что якобы связь была отключена в интересах организации днр и ее оператора феникс такое мнение было настолько популярным что на него отреагировал сайт патриотические силы донбасса и статье обрыв связи о чем рассказал отключение мтс такая реакция была поддана анализу автор считает что реакция это свидетельствует о низком уровне доверия к власти я его процитирую на четвертом году жизни республики ясно что она обречена если будут продолжать свою внутреннюю политику которая заключается в абсолютном капсулирование власти и принудительном отключении любых инструментов общественного саморегулирования и гражданского долга под предлогом того что война вот такое мнение есть алексей вот тебе что-то известно об этой ситуации и как вот какую роль играет связь для людей которые живут вне украинского скажем государственного пространства ну формально на территории украины почему эта проблема не решается связи связь имеет огромное значение для любой территории где бы вы не находились я помню мы еще в начале двух тысячных годов у нас не было так популярно использовать мобильную связь люди ходили на телеграф и там вот заказывали переговоры из крыма если вот ездили в крым отдыхать или из других городов чтобы позвонить в донецк и пообщаться сегодня когда уже есть всевозможные мессенджеры skype и все остальное в общем-то традиционная телефонная связь она может уже и не значит то самое что обозначало еще в начале двухтысячных годов и например многие еще и до войны отказались от услуг укртелекома того же там донецке и так далее но при этом это отдельные только категории граждан которые пользуются традиционными видами связи вот телефоном обычным стационарным и для них и часто это бывает так что это люди уже пенсионного возраста которым тяжело передвигаться там и так далее они для них это единственный источник коммуникации понятно но что касается сохранения инфраструктуры телефонной связи это конечно это важный момент в любом процессе реинтеграции и насколько известно нам в большой украине то не было еще таких действий вот акций со стороны радикальных националистических батальонов которые были до организации группировок которые бы анонсировали уничтожение этих оптоволоконных сетей или связок я думаю что в данном случае вот яценко министр связи днр он скорее всего просто использует очередной пропагандистский трюк для того чтобы может быть еще больше напугать людей и обвинить в чем-то негативном вторую сторону украинскую сторону это обычное явление для войны но в то же время вот они запустили свой феникс недавно год назад да однако мы видим что он не такой уже популярный потому что позвонить феникса на территорию большой украины невозможно точно так же как и позвонить на сам феникс тоже невозможно номера номера телефонов эти практически не используются потому что люди в основном берут украинских операторов связи с них можно звонить и в россию и в украину и по месту и так далее на этой неделе лидер организации днр александр захарченко отправился в крым чтобы отметить день рождения русского поэта александра пушкина это большой праздник на территории российской федерации скажем так день русского языка и культуры и по этому случае там был большой слет русскоговорящих людей об этом сообщает сайт совмин организации днр там захарченко сделал несколько заявлений касательно языковой политики он сказал что украинцы не украинцы а украинская власть 20 лет пыталась искоренить русский язык но у нее ничего не вышло он рассказал что на неподконтрольной территории сейчас школы на сто процентов перешли на русский язык странно было слышать от него такие слова потому что все мы помним что русский язык имел статус регионального в украине да и сейчас имеет и вот ежегодно в этот день да там годовщину пушкина это 6 июня но обычно отмечали 5 6 июня у памятника пушкину в донецке собирались официальные лица и отмечали день вот этого русского языка и в принципе проблем никаких не было но вот захарченко видел другую картину по его словам там его притесняли его права ущемляли а а кто сегодня алексей вмешает жителям донбасса говорить на русском языке почему вот эти вопросы языка опять поднимаются причем поднимаются с двух сторон линии разграничения там да здесь одна радикальная группа там одна радикальная группа и что-то хотят кого-то ущемляют в то время как в основном люди живут какой-то своей вообще жизнью которая с этим никак не состыкует но вот как было в советском союзе были был один такой путь это касалось партийной жизни идеологии неких там партбилетов я помню у родителей были такие книжечки куда отметки ставили сколько взносов в компартию в нос внесли в какой месяц вот то параллельный был трек так сказать параллельный путь у этих людей которые здесь вот заполняли партбилеты но параллельно они жили обычной жизнью и у них были в кошельке деньги они ходили в кино они там развлекались как-то они использовали там я не запили водку вино пиво и это далеко не соответствовало принципам строителя коммунизма который был в основе заложен в основу этой книжечки той самой сегодня точно так же у людей есть одно такое генеральное направление это то что говорит захарченко и люди вокруг него это касается таких больших каких-то тем которые почему-то принято считать что они нас всех мобилизируют это язык это на то это западный мир вспомни как захарченко пугал еще в 2015 году его пугал микки маус и он об этом даже снял какое-то интервью что он не будет носить джинсы он не будет пить кока-колу и он не будет смотреть микки мауса и диснейленд потому что он считает это все врагами русской цивилизации русского мира точно так же и русский язык для него сегодня это в определенном смысле лозунг такой то есть это такое направление генеральное которое не касается рядовой обычной жизни в быту людей не знаю или или того что чем они занимаются ежедневно а пока в днр обсуждают права русского языка которые ущемляют как бы на территории подконтрольной украинской власти газон донбасс арены стал приходить в упадок и об этом свидетельствуют фотографии размещенные в социальных сетях газон зарастает бурьяном фонтаны засоряются что нам известно об этой ситуации стадион донбасс арена был захвачен марте в рамках ведения внешнего управления на стадионе успели зачекиниться глава народного совета днр денис пушилин вместе со своими товарищами фотографии с его довольным лицом во время инспекции захваченного стадиона до сих пор гуляют по сети все годы войны стадион был законсервирован но его владелец ренат ахметов поддерживал его в нормальном состоянии тут работал его гуманитарный штаб где раздавали гуманитарную помощь потом штаб прикрыли стадион скажем я не знаю как назвать национализировали захватили вели внешнее управление захарченко выступал говорил какая там ужасная была гуманитарная помощь там якобы мыши бегали там антисанитария прочее в итоге лидер днр захарченко сказал что первый матч на этом стадионе проведут подразделение сомали и спарта после публикации о том что стадион приходит в упадок на территории парка появилась группа людей которые там провели некий субботник об этом сообщает сайт подконтрольный днр дан смогут ли они его содержать не повторит ли вот весь донбасс и все захваченные предприятия судьбой этого стадиона то есть когда-то был классный стадион отвечающий всем нормам там международным и он действительно был довольно таки продвинутый и довольно таки скажем качественно построены а теперь вот какие-то бурьяны там растут никто там получается за ним не следит что произошло ну дело в том чтобы содержать стадион нужно дополнительно там десятки тысяч долларов для постоянной там вот газон этот подстригать и убирать и это огромная территория я не думаю что сегодня у тех кто руководит донецком есть свободные деньги для подобного мероприятия как бы регулярно и системно снабжать это дело все услугами сервиса такого достаточно специфического потому что например я еще раз говорю тот же газон это отдельная вообще история но вот что мне интересным показалось что пушилин пришел да тогда сфотографироваться на стадионы запостил у себя в инстаграме эту фотку где он сидит в вип-ложи но что-то его не было видно среди людей которые убирали да и не было там видно друзей моторолы или там вот гиви почему-то которых которые батальоны будут якобы играть правда непонятно что осталось от этих батальонов теперь просто после убийства этих двух людей и они не пришли и не помогли вместе со всеми что-то сделать настроенное на изменение этой ситуации ну это есть я думаю ответ на вопрос снова сегодня у нас красной линии проходит что денег нету днр но будем делать вид что что-то происходит и какую-то показывать активность а тем временем в эфире передачи политкухни телеканала юнион появился глава министерства дохода сбора в организации днр александр тимофеев который еще известен под позывным ташкент он рассказал о росте производства необходимости комендантского часа и давление на оппозицию по его словам по сравнению с прошлым годом произошел рост объема производства более чем на четверть а в городе появились пробки он рассказал интересную информацию о том что якобы на неподконтрольной территории готовится какая-то сборка неких там не знаю автомобилей и сельхоз техники марку он тоже не назвал сказал что это будет некая там не знаю техника производства днр открыли линию по производству соков ташкент одобрил практику комендантского часа в донецке заявил что это повышает рождаемость чтобы компенсировать потери в живой силе алексей неужели вот такой судьбы желают своим детям жители донецка вот чтобы они пополнили некую живую силу господина тимофеева и влились в ряды какие-то и продолжили некую борьбу с непонятной целью и непонятным итогом мне просто интересно как ты думаешь вот он сказал что он не хочет чтобы его слова были как-то так распознаны не так как не по тому смыслу который он закладывал изначально вот как ты думаешь тимофеев он больше похож на картошку или на огурец если смотреть на него в эфире телеканала union но может он на кабачок похож я не знаю либо на другую ну вот мне он а мне напоминает да но мне он напоминает больше вот какой-то такой тоже вот между кабачком и картошкой может быть вот может это и является основным мотивом не появляться вообще на каналах там union или первый республиканский потому что вот мы его видим таким и мы можем так его трактовать хотя это целый министр доходов и сборов днр который мы мы же как бы стороны сторона ангажированная мы можем это видеть так кто-то видит это по-другому и возможно мы не правы мы же не владеем всей ситуации мы не находимся там мы действительно не видим что там происходит успехи какие-то и возможно есть рациональное зерно в его словах все же я например оцениваю разные ситуации исходя из собственного какого-то жизненного опыта независимо от того нравится мне это или не нравится так вот например тимофеев я не буду говорить нравится он или мне но мне он напоминает такую какую-то картошку которая сидит в эфире рассказывает и вот это такая аналогия по которой например ему не нужно появляться вообще в эфире и доносить какие-то цифры сведения и прочее это ответ на его логику почему он не может публично отчитаться о экономическом положении на контролируемой им его группой территории потому что этот аргумент его он смешной просто когда он говорит вот я скажу только о 25 процентах и больше ни слова больше потому что вот такие как мацука сизо будут сидеть и по скайпу об этом говорить но тогда и не появляйся в эфире потому что ты картошка в эфире этой же передачи появился такой человек политехнолог александр казаков этот человек ну я не могу точно сказать пишут по крайней мере в ряде публикации что он якобы гражданин российской федерации политтехнолог и работает с лидером организации днр александром захарченко и вот он вступил в такую скажем заочную полемику как я понял это моя трактовка событий с командиром с бывшим командиром бригады восток александром ходоковским он сказал что вот есть разные люди есть разная позиция когда война вот идет очень тонкая грань между оппозиции и пятой колонны и надо вот это различать и те кто критикует вот строю вот те вот люди пятая колонна он утверждает что вот есть у них в их образование государством некая системная позиция она вот сидит в народном совете он говорит что эта фракция свободный донбасс и вот якобы между вот ними нет никаких разногласий каких-то базовых вот они спорят они критикуют но вот генеральную линию партии они не осуждают ну вот что мы делаем дальше мы открываем страницу ходоковского и конечно ожидаемо видим что он критикует существующий строй и порядке то есть получается пятая колонна это он якобы к власти вот на этой территории неподконтрольной пришли не лучшие люди и далеко не идейные и вот как это как эту ситуацию объясняет ходоковский если хорошая заготовка попала в кривые руки хорошая заготовка это он имеет ввиду днр но еще не уничтожена окончательно не все потеряно другие руки и исправят и доведут до приемлемого состояния он еще пишет о том что вот у него есть друг некий боевой комбат и его уволили из скажем вооруженные формирование днр потому что он был у него на дне рождения то есть ходоковский праздновал день рождения пригласил своего друга и вот его за то что он пошел на день рождения уволили вот такая вот несистемная позиция скажем будни несистемные позиции в днр а когда вот уже вот начнется настоящая вот охота на врагов народа не какой-то там да там загадочные смерти а вот когда судебные процессы начнутся вот будет ли стоит ли ожидать такого оправдывая все это вот военным положением но были уже такие случаи и например были примеры с тем же андреем пургиным которого лишили просто мандата депутата народного совета днр хотя как бы люди же голосовали за него они кто-то в руководстве там вот этого органа всего но тем не менее они решили что можно проигнорировать игнорировать эти решения и голосование людей и лишать таким образом мандатов точно также лишили его там подругу я уже фамилию не помню сейчас я не знаю дворяткина еще она является депутатом или нет но она тоже там в опале серьезная находится хотя это те люди которые изначально создавали а громадскую организацию донецкая республика которую потом же по решению суда ликвидировали на этом пока все с вами был обзор прессы днр вместе с виталием сизовым и алексеем мацукой делали мы этот обзор в рамках проекта донбасс полный доступ подписывайтесь на нашу рассылку чтобы быть в курсе новостей на неподконтрольной территории до связи